Кот и лиса. Русская народная сказка. Кот и лиса. Вот пошел кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидала кота и девица. Сколько лет живу в лесу, такого зверя не видывала. Поклонилась лиса коту и спрашивает. Скажи, добрый молодец, кто ты таков? Как ты сюда зашел? И как тебя по имени величать? А кот вскинул шерсть и отвечает. Зовут меня Котофей Иванович. Я из сибирских лесов прислан к вам воеводою. Ах, Котофей Иванович, говорит лиса. Не знала я про тебя, не ведала. Ну, пойдем же ко мне в гости. Кот пошел к лисице. Она привела его в свою нору и стала потчевать разной дичинкой. А сама все спрашивает. Котофей Иванович, женат ты или холост? Холост. И я, лисица-девица. Возьми меня замуж. Кот согласился и начался у них пир до веселья. На другой день отправилась лиса добывать припасов, а кот остался дома. Бегала-бегала лиса и поймала утку. Несет домой, а навстречу ей волк. Стой, лиса, отдай утку. Не отдам. Ну, я сам отниму. Я скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст. А кто такой Котофей Иванович? Разве не слыхал? К нам из сибирских лесов прислан воеводой Котофей Иванович. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воевода и жена. Не, не слыхал, Лизавета Ивановна. А как бы мне на него посмотреть? У, Котофей Иванович у меня такой сердитый. Кто ему не по нраву придется, сейчас съест. Ты приготовь барана, да принеси ему на поклон. Барана-то положи на видное место, а сам схоронись, чтобы кот тебя не увидел. А то, брат, тебе туго придется. Волк побежал за бараном, а лиса домой. Идет лиса, и повстречался ей медведь. Стой, лиса, кому утку несешь? Отдай мне. Ступай-ка ты, медведь, по-добру, по-здорову. А то скажу Котофею Ивановичу. А кто такой Котофей Иванович? А который прислан к нам из сибирских лесов воеводою. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы, Котофея Ивановича, жена. А нельзя ли посмотреть его, Лизавета Ивановна? У-у-у, Котофей Иванович у меня такой сердитый. Кто ему не приглянется, сейчас съест. Ты ступай, приготовь быка, да принеси ему на поклон. Да смотри, быка ты положи на видное место, а сам схоронись, чтобы Котофей Иванович тебя не увидел. А то тебе туго придется. Медведь пошел за быком, а лиса домой. Вот принес волк барана, ободрал шкуру и стоит раздумывает. Смотрит, и медведь идет с быком. Здравствуй, Михаил Иванович. Здравствуй, брат Ливон. Что, не видал лисицы с мужем? Нет, Михаил Иванович, сам их поджидаю. А ты сходи-ка к ним, позови, говорит медведь волку. Нет, не пойду, Михаил Иванович. Я не поворотлив, ты лучше иди. Нет, не пойду, брат Ливон. Я мохнат, косолап, куда мне? Вдруг, откуда ни возьмись, бежит заяц. Волк и медведь как закричат на него. Пойди сюда, косой! Заяц так и присел, уши поджал. Ты, заяц, поворотлив и на ногу скор. Сбегай к лисе, скажи ей, что медведь Михаил Иванович с братом Ливоном Ивановичем давно уже готовы. Ждут тебя с мужем, с Котофеем Ивановичем. Хотят поклониться баранам да быком. Заяц спустился к лисе вовсю прыть. А медведь и волк стали думать, где бы им спрятаться. Медведь говорит, я полезу на сосну. А волк ему говорит, а я куда денусь? Ведь я на дерево не взберусь. Схрани меня куда-нибудь. Медведь спрятал волка в кустах, завалил сухими ветками, а сам влез на сосну, на самую макушку и поглядывает. Не идет ли Котофей Иванович с лисой? Заяц меж тем прибежал к лисицыной норе. Медведь Михаила Ивановичем с волком Ливоном Ивановичем прислали сказать, что они давно ждут тебя с мужем. Хотят поклониться вам быком да баранам. Ступай, косой, сейчас будем. Вот и пошли кот с лисою. Медведь увидел их и говорит волку. Какой же воевод это, Котофей Иванович, маленький? Кот сейчас же кинулся на быка, шерсть взъерошил, начал рвать мясо и зубами, и когтями, а сам мурчит, будто сердится. Мяу, мяу. Медведь опять говорит волку. Невелик, да прожорлив. Нам четверым не съесть, а ему одному мало. Пожалуй, он и до нас доберется. Захотелось и волку посмотреть на Котофея Ивановича. Да сквозь листья не видать. И начал волк потихоньку разгребать ветки. Кот услыхал, что ветки шевелятся. Подумал, что это мышь. Да как, кинется? И прямо волку в морду вцепился когтями. Волк перепугался, вскочил и давай наутек. А кот сам испугался и полез на дерево, где сидел медведь. Ну, думает медведь, увидел меня. Слезать-то было некогда. Вот медведь как, шмякнется с дерева обзим. Все печенки отбил. Вскочил, да наутек. А лисица вслед кричит. Бегите, бегите, как бы он вас не задрал. С той поры все звери стали кота бояться. А кот с лисой запаслись на зиму мясом и стали жить да поживать. И теперь живут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok